Великая победа и подвиг русского народа всегда в сердцах потомков. В преддверии 9 мая почтить память невернувшихся с полей сражений земляков пришли жители деревни Калиновка и представители территориального отдела Горки-Ленинские. Вот уже который год, вот уже которые десятилетия мы с вами вместе в этот день приходим сюда, чтобы отметить все-таки в первую очередь это праздник. Да, он со слезами на глазах, но это праздник, это праздник победы нашего народа. И мы приходим не просто поздравить друг друга, но, конечно, отдать дань памяти тем, которые не пришли с полей сражений. Посетил мероприятие председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. У нас это своеобразная, если так можно сказать, точка притяжения. Во-первых, жители здесь, что называется, берут все в свои руки. Здесь у нас всегда чисто, спокойно. Здесь у нас дежурит казачья патруль. И храм рядом, естественно, место, где мы можем собраться, провести митинг в честь памяти, отдать дань памяти нашим павшим, погибшим воинам. Торжественный митинг прошел около памятника погибшим воинам. Здесь же расположен храм Иоанна Предтечи, который был возведен в 2013 году по инициативе местных жителей. Как отметила Валентина Федотова, важно не прерывать связь поколений и делать все, чтобы люди помнили и гордились своими односельчанами, которые посвятили себя служению Родине и сохранению мира. Мы сделали маленький проект. Люди поучаствовали и решили построить крошечную часовню. Но когда начали строительство, мы ее начали двигать, раздвигать стенки, делать новые проекты. И в итоге у нас получился маленький храм. После выступления гостей небольшого концерта собравшиеся почтили память всех тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Далее участники мероприятия возложили живые цветы к памятнику. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гюльнара Балаева, ВИДНЭТВ.